Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение Священного Писания и книги Бытие на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Солодков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета. Мы рассмотрели с вами шестую главу и переходим к седьмой главе и читаем. И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде семь. И всякого скота чистого возьми, по семи мужеского пола женского и скота нечистого, два мужеского пола женского, также и птиц. Далее мы видим, что здесь я не буду все зачитывать, вы можете, имея Священное Писание перед собой, все это прочитать. Далее сказано, Ною сделал все, что Господь повелел ему. Мы на этом как раз завершили шестую главу. Я сказал о том, что очень важно делать для верующего православного человека, иногда даже не рассуждая, почему надо исполнять ту или иную заповедь, но делать так, и потом плоды этой заповеди будут видны. Ною был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ноя, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа. И скотов чистых, и скотов нечистых, по паре мужеского и женского пола. И вот начинается потоп. Как сказано, через семь дней воды потопа пришли на землю. Сто более ста лет звучит проповедь Ноя о том, чтобы люди вошли в ковчег. Он строит это огромное сооружение, которое было далеко от моря. И люди наверняка над ним насмехались и говорили, Ноя, что ты делаешь? Как ты собираешься тащить эту огромную конструкцию? На море далеко. Но Ноя говорил им о том, что будет потоп и катастрофа на земле, и кончина этого допотопного мира. Люди ему не верили. Подобно и сегодня православным людям, когда православный человек, миссионер, призывает и говорит, Придите в храм Божий, ведь наступит день, внезапно судья приедет, и к их гождея не обнажаться. То есть внезапно все произойдет. Но люди говорят, да бросьте вы, как-то там внезапно мир уже столько существует, и столько еще будет существовать. Тогда православные говорят, придет Господь и своих восхитит на облаках, и мы будем с ним всегда в Царстве Божьем. Люди скептически ухмыляются, подобно тому, как и ухмылялись над Ноем, и говорят о том, как это так он вас возьмет, как это вы будете на облаках. Это же не научно, это противоречит облака, это пар, это тогда в древние времена люди думали, что облака это какая-то вата. Да и потом, как вы преодолеете атмосферные вот эти вот слои, вы же горите в слоях атмосферы, не понимают и заблуждаются, не зная Слово Божие. Сказано в Священном Писании, что и тела человеческие изменятся. Это физиология, которую человек приобрел в результате отпадения от Бога, она станет другой, тела человеческие станут как бы ангельскими. И так как над Ноем тогда, так и сегодня люди не хотят поверить тому, что им проповедовал Ной, так не хотят сегодня поверить православному миссионеру. Но здесь не надо унывать. Как Господь Иисус Христос говорил, что если не примут вас, идите в другой город, но если и там не примут, он говорит, отрисите прах от ног своих, ибо отрадней будет Содом и Гоморра в день суда, нежели тому городу, который не примет Слово Божие. Это, конечно, не означает, что мы должны как-то с пренебрежением относиться к тому и везде ходить и отрисать свои ноги, если нас не услышали. Сказано, кто дело Божие делает с пренебрежением, тому грех. И есть другие слова, все, что вы не делаете, делайте, как будто для Господа делаете. Проповедуешь ли ты, делаешь ли какое доброе дело, дело милосердия, всегда делай тщательно, как бы помни о том, как енох, что всякое дело необходимо делать перед Богом, как енох, как оно и сказано, что они ходили перед Богом. Итак, мы с вами читаем далее. Видим, что водопотопа и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева и три жены сынов его с ним. Они и все звери по роду их. И далее вот эти стихи я уже читал. 21 стих. «Лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады ползающие». 21 стих. 22. «Все, что имело дыхание духа жизнью на зрях своих на суше, умерло». 23. «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота». То есть мы видим, что вся земля, согласно божественному откровению, Моисей это не придумал, не было у Моисея никакого примитивного знания. Моисею все это было показано Богом. Поэтому применяется здесь этот силологизм для того, чтобы некоторым слишком людям, увлеченным научностью, не показалось, что якобы это был какой-то только участок земли потоплен. Нужно помнить, что наука достаточно несовершенна. Не стоит в богословии вестись только на какие-то последние научные открытия. Мы знаем, что мировой океан изучен всего на 4%. Мне вспоминается, да, вот если на 4%, как ты говорил в предыдущих историях, в предыдущих беседах, если на 4% не может быть никакого цельного научного мировоззрения. Наука дисциплины жесткая. Когда изучено все досконально, тогда может быть сказано о том, что да, вот это научно. А так это предположение, гипотеза, теории, на которые нам, людям, читающим Священное Писание и верящим в Откровение Божие, не стоит так вот поддаваться и брать с легкостью на веру. Мне вспоминается история, как однажды один английский проповедник, достаточно известный, во времена жизни святителя Филарета Московского Дроздова, приехал тогда в Санкт-Петербург. И там он был приглашен, достаточно известен был, был приглашен и в царский двор, и на обед, и тогда позвали святителя Филарета. Ну, святитель Филарет Московский впоследствии, да, он не хотел приходить на эту встречу, он вообще не любил каких-то таких вот встреч, больше искал такого вот уединения, хотя вот по своей должности, как митрополит, конечно же, должен был на них появляться. Но он пришел, и вот за обедом они сидели, и этот английский богослов, теолог, начал рассуждать. Ну, знаете, вот мы сделали очень много таких интересных научных открытий в области теологии, Библии, у нас есть такие последние свитки, которые мы там нашли. Ну, действительно, какое-то продвижение было, и действительно, какие-то исследования и какие-то архифакты наверняка были, раз он так говорил. И вот, когда он дошел до истории, касающейся ионы и кита, то здесь он сказал, привел такой научный факт, он сказал, что ну не может такого быть, чтобы кит проглотил иону, но это же невероятно, в науке известно. И последним научным данным, что кит имеет сеточку в своем гортане, где проскальзывают только мелкие рыбки, и никак кит не мог проглотить иону, это, скорее всего, аллегория, метафора, поэтический эпос. Тогда святитель Филарет аккуратно отодвинул приборы, которые ему были поданы для обеда, и сказал следующее. Я не знаю, говорит, возможно, действительно, есть научно интересные архифакты, о которых говорили, но я точно знаю, что если бы в Библии было написано, что иона проглотил кита, мы бы в это все равно поверили, потому что так сказано. А потом бы уже начали исследовать, так ли это на самом деле. Поэтому сегодня говорят, действительно, очень поучительно высказанные свидетели Филарета, сегодня многие говорят, что это было невозможно, то, что связано с потопом покрытия, что была покрыта вся земля, водами потопа и все умерло, что иона, что кит мог проглотить иону, невероятно. Но надо помнить о том, что сегодня, например, последнее, мы смотрим новостные какие-то ленты, нашли кальмара, который 6 метров, думаю, такого и не существовало никогда. Потом нашли какого-то краба, который там тоже около 5 метров, огромный, просто какой-то чудовище, еще вот что-то. И то есть открытие, неизведан океан, неизведан его глубины, неизвестно, кто там проглотил. Другие говорят, что вот косатка есть такая огромная, у нее есть такой зоб, где, в общем-то, она держит воздух, и там может достаточно долгое время быть человек, если это было неизвестно, может, это был кальмар или что. Мы не знаем, но в Священном Писании сказано, в книге Второзакония 29, 29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все слова завета сего до века, то есть до скончания этого века. Поэтому я не знаю, как здесь можно рассуждать, что это возможно, невозможно. Скорее всего, такое рассуждение, что недоверие словам и стихам Священного Писания, это, скорее всего, такое состояние маловерия, которое можно, впрочем, исправить, укрепляя свою веру в чтении Божественного Писания, в хождении в Храм Божий и приобщении Святых Христовых Таин. Просто такие вещи, я всегда говорю, можно довести все до абсурда. Например, Господь Иисус Христос говорит о причастии. Если мы с вами откроем шестую главу, мы можем сказать, что и причастие у нас станет, ну, просто это хлеб и просто это вино. Но здесь используется тот же селлогизм, который используется и бутописателям. Смотрите, вот как об этом говорит сам Господь Иисус Христос. Он говорит с 48 стиха. «Я хлеб жизни, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали роптать между, и спорить между собою, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мое плоти, пиющий мое кровь имеет жизнь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье, едущий мое плоти, пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». То есть, видите, используется то же самое. Господь как бы говорит, что для особо рассуждающих, может быть, это не так, пиющий мое кровь, едущий, я есть хлеб жизни. Не так, как это другой хлеб, который ели, тот был дан просто для подкрепления этой жизни, как ели предки в Ветхом Завете манну в пустыне. То есть, используется эта же терминология. Смотрите, если провести такие параллели. Как и здесь сказано, «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, птицы, скоты и звери, все гады, полыщи по земле, все люди, все, что имело дыхание, жизнь в назрях своих на суше умерла, истребилась, лишилась, умерла, истребилась всякое существо, которое было на поверхности земли от человека до скота и так далее». Если не верить божественному откровению, не случайно провел этот параллель, можно все просто довести до такого абсурда рационального исследования, и чтобы в угоду какой-то несовершенной науке, которая не имеет целого мировоззрения, довести просто свою веру и потерпеть, в общем-то, крыльблюшение, крыльблюшение в вере. Поэтому будем осторожны в этом во всем, и чтобы делать какие-то такие поспешные выводы, снова повторю, в сторону несовершенной науки, которая еще не исследовала всего. И далее мы видим, что потоп продолжается несколько дней. Вот мне хотелось бы не пропустить также и ту цитату, которую я приготовил сегодня для нашей встречи, «Более высокий смысл побуждает нас думать, что сила разума в душе и душа в теле есть то же, что отец семейства в своем доме, ибо этот разум для души, то и душа для тела. Есть ли разум в сохранности, в сохранности дом, в сохранности душа. Если душа непорочна, то непорочна и тело. Трезвый разум удерживает любые страсти, руководит чувством и правит речью. Потому верно говорит Господь праведнику «войди». То есть, войди в самого себя, приди в разум, в сердцевину твоей души. Здесь спасение, здесь пристанище, а вне его потоп, вне его опасность. Если же ты будешь внутри, то и снаружи окажешься в безопасности. Ибо где владычество разума, там добрые помыслы, добрые дела. А если какой из пророков не омрачает разума, то и помыслы его светлые. Конец цитаты. Вот удивительная эта цитата, которая говорит о том, что надо ум наш, как призывает нас к этому апостол Павел, говорит, «вникая в себя и в учение, этим с тебя спасешь и слушающих тебя». Нужно умом, как говорил об этом преподобный Серафим Саровский, необходимо человеку умом в сердце своем стоять, но не наоборот. Нельзя давать волю своим чувствам. Разум, освященный Словом Божиим, освященный церковным таинствами, подобен навести порядок, как говорит об этом свидетель Амрусим Диаланский, как в своей жизни, так и вовне, в своем доме, и, как сказано, не держится общество, если нет в нем праведника, нет в нем молитвенника. Итак, мы видим, что 7 глава рассказывает нам о том, как произошел потоп, что ковчег — это прообраз церкви. Все, кто вошел в церковь, те остались живы, то есть ковчег — прообраз церкви. Все, что осталось за бортом, умерло. В этом смысле нужно вспомнить, как Господь Иисус Христос говорит, что «создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Действительно, апостол Павел в послании Киефесина в 4 главе пишет так. «Один Господь, одна вера, одно крещение. Как и тогда был один ковчег, так и сегодня церковь одна, та церковь православная, которая создана Господом и Спасителем Иисусом Христом здесь на земле». Я говорил об этом и повторюсь снова, что церковь, она видима. Нет такого понятия «невидимая церковь». Если мы скажем, что такое понятие есть, то тогда будет сложно исполнить даже слова Господа и Спасителя Иисуса Христа. Например, в 18 главе Евангелия от Матфея спаситель говорит. Он там говорит о том, как необходимо поступать с согрешающим братом в церкви. Он говорит, «Если согрешил брат против тебя, иди, обличай один на один». Это 18 глава с 15 стиха. «Послушает, приобрел ты брата твоего. Не послушает, возьми двоих троих. Двоих троих не послушает, скажет церковь. Церковь не послушает, будет он тебе как язычник и мытарь». Если мы будем исходить из того, что церковь невидима и границы у нее нет, как мы тогда сможем исполнить эти последние слова? «Скажи церковь, это что, я должен бегать по всем сектам? Сидеть в моего, к адвентистам или еще каким истам и спрашивать у них эгэя, где здесь у вас самые искренние люди? Для того, чтобы мне надо исполнить слова Христа, скажи церкви. Как сказать церкви, если она невидима?» Это абсурд. Поэтому у церкви есть три признака той церкви, которую Господь Иисус Христос создал здесь на земле. Таких вот условных три признака. Первый — это апостольская преемственность. Второй признак — это неповрежденность канонов церковных соборов, особенно вселенских. И третий признак — это евхаристическое общение. Если этих трех признаков нет и кто-то из него выпал, значит, эти люди нуждаются в вхождении в церковь и соединении с ним во благо дела совершения их спасения. Русская православная церковь имеет преемственность от апостола Андрея Первозванного, патриарх московский и всея Руси, святейший Кирилл, 179-й от апостола Андрея Первозванного. Мы очень хорошо знаем свою духовную, родословную, которую никто не отменял. Все каноны и все правила, которые есть, церковь свято хранит. Если бы не хранила, не было бы ни той неурядницы, которая сегодня произошла с Константинопольским патриархатом. И евхаристическое общение — это для нас с вами, чтобы нам было понятно, кому необходимо проповедовать неповрежденное евангельское благовестие. Поэтому ковчег, который, здесь мы видим, иной устраивает, — это прообраз церкви, о котором, кстати, святитель Феофан Затворник очень интересные такие сказал слова, что по поводу протестантов и прочих. Он говорит, что ковчег — это был прообраз церкви, и он был один. И кто вошел в него, тот спасся. А протестанты, говорит, решили спастись на своих плотах и ботиках. Нигде здесь в Священном Писании не сказано. Все верят, что ковчег — это прообраз церкви. О том, что спасайтесь как-нибудь там на своих шлюпках. Ничего подобного нет. Кто вошел, тот спасся. Кто не вошел, тот, как я снова повторю, остался за бортом. Поэтому никакого альтернативного пути спасения, кроме того, о котором говорит Христос и говорит о себе, «Я есмь путь, истинная жизнь», а церковь — это богочеловеческий организм, Христос есть глава, а церковь — его тело. Никакого другого альтернативного пути, кроме вхождения в церковь, кроме самого спасителя Иисуса Христа, снова повторю, который говорит, «Я есмь путь, истинная жизнь», Нет и быть не может, поэтому всех людей, которые так или иначе отклонились от простоты во Христе и находятся где-то за бортом, мы призываем не погибать, но все-таки доплыть до церкви и войти в нее. Здесь уже не было возможности, но сейчас эта возможность есть, пока еще есть время и пока еще время благодати. Продолжение следует...